Сейчас я подниму. Сейчас я подниму. И выдержу лестницу. Такая машина позволяет пожарным забраться на высоту шестиэтажного дома, чтобы потушить огонь или эвакуировать людей. Пока наверху спасатели действуют предельно осторожно, внизу работа ювелирная. Лестницу нужно точно направить. Сергей Лебедьков на службе уже 4 года. Командует взводом. Во время ЧП руководит тушением пожара. Про свою работу говорит, нравится спасать людей. Данная работа надо ходить шпитильно и очень бережно по всему. Что к технике, что к составу, что к страдавшим. Все зависит от того, как быстро мы приедем, как среагируем, как будем действовать, слаженность. Сегодня на вооружении самарских спасателей передовые технологии. Квадрокоптеры с камерой помогают осмотреть местность. Машина с гидравлическим оборудованием нужна, чтобы в случае аварии разрезать автомобиль и достать человека. Есть даже дом на колесах. В нем есть все для того, чтобы группа спасателей могла какое-то время здесь жить. Состояние техники всегда на контроле. Это автомобиль разведки. Его задача определить, есть ли радиация на конкретной территории. Компьютер считывает данные из приборов, установленных на лобовом стекле. Сейчас посмотрим. Мы находимся в зоне свободной от радиации. Все показатели равны нулю. В Волжском спасательном центре сегодня служат 500 человек. Лучших из них на торжестве в честь 85-летия гражданской обороны наградили грамотами и медалями. Попасть сюда на службу непросто. Конкурс 5 человек на место. Берут тех, у кого есть высшее образование, и кто уже окончил курсы спасателей. За время работы сотрудники Волжского спасательного центра выезжали на ликвидацию последствий ЧАЭС более 200 раз. Работали в том числе в Чапаевске, Оренбурге и Казани. Я очень часто слышал от жителей, которые говорили, здорово, наши мальчишки сейчас помогают в Казани ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Поэтому мне очень приятно, как главе района, как в прошлом жителю района, слышать такие отзывы. С личным составом постоянно проводят занятия по боеподготовке, по профессиональной подготовке. Поэтому все ликвидации проходят успешно. И хочу отметить, что за 2017 год, несмотря на все чрезвычайные ситуации, спасательный центр не допущен ни одной травмы среди личного состава. На торжество пригласили и ветеранов МЧС. В их число в будущем хочет войти и Александр Лебедьков. Работу спасателя, говорит, ни на что не променяет. Алина Чемерес, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова